Всем прекрасного весеннего дня, дорогие друзья! Сегодня 9 марта, вторник, и в этот радостный весенний день мы еще раз поздравляем всех прекрасных представителей слабого пола с праздником. Желаем, чтобы счастливая улыбка и приподнятое настроение сопровождали вас всегда. Будьте счастливы и любимы. Сегодня и всегда. Как обычно, после музыкальной композиции мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok 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 Поэтому сейчас людям, то есть, не нужно ММА, не нуждаясь в представлении, все знают, что он из себя представляет. Но если говорить, как говорится в простонародье, бои без правил, нет, в нашем виде спорта есть определенные правила, то есть, определенные, допустим, где нельзя бить в пах, то есть, правила есть, такого нету, чтобы вот вышел и прям вот без правил дерешься. То есть, есть определенные правила, есть у нас чемпионат мира, то есть, уже есть уровень у нашего вида спорта, поэтому сейчас ММА развивается, уже есть чемпионат Казахстана, отборы на чемпионат Казахстана, чемпионат мира, поэтому, я думаю, в скором будущем ММА выйдет еще более на высокий уровень. В данный момент, какими своими достижениями вы гордитесь, Руслан? Много ли у вас в поселке Байтирека молодых людей, таких вот, Карина, девушек, парней, которые занимаются этим видом спорта? Ну, смотрите, я сам тренирую в городе, то есть, да, Карина приезжает сама, добирается с деревни ко мне. Если перечислять достижения мои как тренера, то вот у меня есть два призера чемпионата мира. Карина второе место взяла в Италии, в Риме, и есть такая Нужамал Садыкова, мы приходили с ней к вам на канал, она взяла третье место в 2018 году в Бахрейне. Также Нужамал Садыкова стал чемпионкой Азии в Китае в 2018 году. И, помимо них, у меня 11 чемпионов Казахстана по смешанным боевым единоборствам, ну, не считая серебряных и бронзовых призеров. То есть, серебряных, 11 серебряных и 16 бронзовых призеров. Еще, ну, я не считаю чемпионов в области, то есть, если брать высшие награды, то вот, два призера мира, чемпион Азии и 11 чемпионов Казахстана. За пять лет тренерской деятельности. Ну, это очень хороший результат. Ну, я думаю, что да, нормально. Впереди еще ожидает вас, конечно, победы. Да, даст Бог. А я хочу напомнить, дорогие телезрители, средства нашей связи, 28 58 69, номер прямого эфира и номер WhatsApp, 837 264 15. Ждем ваших звонков и сообщений. Доба данных номера. Теперь хотелось бы предоставить слово Карина вам. Наверное, многие у тебя спрашивают, ты постоянно, наверное, что устаешь отвечать на один и тот же вопрос, но почему именно рукопашный бой, почему ММА? Ведь ты очень хрупкая, нежная девушка, мы даже видим, что ты любишь носить платья. Это так? Пожалуйста. Кариночка. Да, многие спрашивают, тоже устаю отвечать. И этот спорт покорил мое сердце, мне очень нравится этим заниматься. И это не мешает быть женственной, также носить платья, быть в форме. Вот. Карина, все-таки расскажи нам, пожалуйста, с чего начался твой путь именно к этому виду спорта, к ММА? Ты сама сразу же изъявила желание заниматься этим видом спорта или кто-то на тебя повлиял? Ну, как я с детства была такой спортивной, боевой девочкой. И вот с первого класса меня мама отдала на дидо, в спортивную секцию в Доринске. У меня занималась 3-4 года. После, ну, я знала, я уже вот в 3-4 классе вот хотела такое что-то в бокс или в ММА уже думала. Знала, что буду этим заниматься. Ну, я занималась многим видом спорта легкой атлетикой, волейболом, футболом. Вот. Угу. В итоге я пришла в ММА и еще. И все, этот спорт навсегда покорил твое сердце. Угу. Спасибо, Карина. Сейчас ты нам обязательно расскажешь, поделишься своими достижениями. А теперь я бы хотела вам предоставить слово. Вы работаете именно консультантом ресурсного центра по работе с молодежью. Расскажите, пожалуйста, о развитии спорта в целом, да, в вашем районе. В районе Бейтирек спорт очень хорошо развит. Многие из них тренируются и на территории района Бейтирек. Хорошо у нас развивается Казахшакурес, Барьба. Наши ребята, футбольная команда, играют в области, в футзал. Также хорошо развивается на данный момент волейбол, баскетбол, карате. Вот недавно тоже по Кио Шинкае девочка Ольга Кротова приехала с чемпионата Казахстана, где она стала бронзовой призеркой. Тоже девочка из Доринска у нас. В целом очень хорошо развивается спорт у нас. Замечательно. Наверное, многие сейчас ваши земляки смотрят сегодня нашу программу и, безусловно, гордятся вашими успехами. И я думаю, что обязательно поддержат вас своими звонками. Поэтому еще раз напоминаю, дорогие друзья, 28-58-69, номер прямого эфира и номер ватсапа 8-37-264-15. И у нас уже поступает первый вопрос, Руслан. Я бы хотела его задать вам, как тренеру. В какой-то период времени в нашей области ММА очень хорошо развивался. Появлялись бойцы, был популярный на весь Казахстан клуб. Но что случилось? Почему сейчас тишина в нашей области? Есть ли в городе базовый клуб, который выращивает бойцов? Да, я слышал, появился Арашей ММА. Так, по счету, если сказать популярности, то я немного не согласен. Наоборот, популярность сейчас набирает. Потому что сейчас, наоборот, не угасает, она идет вверх. Если бы, если в начале, допустим, когда мы начинали 2013 заниматься, для многих людей этот вид спорта был, ну, такой, немного далекий, да, дикий. Сейчас же, ну, вы сами знаете, да, 21 век, век технологий. Сейчас все в Инстаграме сидят. Наоборот, более, более, как бы, аудитория у нас повышается. Люди больше видят, да, что, вот, допустим, Карина, вот, допустим, там, чемпионка Санстала, мы выложили в Инстаграм, уже многие люди знают, да. И сейчас, если сравнить с прошлым временем, сейчас именно финансовая поддержка вообще на другом уровне. Если сказать по поводу клуба, клубов у нас в ЗКО много, но есть где-то, допустим, я вас примерно назову цифру, 4-5 клубов, которые показывают постоянный результат, из которых вот на чемпионат в области отбираются бойцы и ездят на Казахстан. То есть в каждом клубе есть свои достижения, да, просто так клуб. Ну, есть кто, вот, допустим, только начал, открылся и только, вот, начинает работать, пока нет результатов. Но если взять, вот, про Араша и ММА говорят, если у них, то есть, у них есть своя, да, специальность Араша и ММА, то есть они только туда выпускают. Если же взять наши ММА и бои, то есть по федерации, по которой мы выступаем, и МАФ, самая, как бы, престижная версия по ММА, то, ну, а Раши там нету. Сейчас есть федерация ММА, вот эта федерация объединяет всех бойцов с разных клубов, которые стали чемпионом-призерами области, и уже она вывозит, вот, самое большое будущее вот у этой федерации, потому что наши тренера, вот, они большой вклад делают вообще в развитие ММА и плюс финансово очень сильно поддерживают. Так, я могу смело сказать, что ни в каком из регионов нашего Казахстана так не спонсируют бойцов, как наша федерация на данный момент. Поэтому сейчас большие перспективы у федерации ММА. Я не скажу клуба, но федерацию ММА я назову нашу западную Казахстанскую область, которая большой делает вообще вклад, акцент на наших бойцов. Мы, вот, приехали с чемпионата Казахстана, федерация наша, вот, Алматы Сентаев, наш тренер старший, они подарили бойцам денежные призы. То есть всем чемпионам, призерам, которые стали, всему тренерскому составу, то есть были награждены денежными призами. Никакая из федерации, никакая из областей таких призов не делала после данного чемпионата Казахстана. Поэтому я думаю, что в скором будущем уровень ММА в ЗКО будет вообще на другом уровне. Потому что мотивацию бешеную даю. Спасибо. Следующий вопрос адресован Карине. Карина, что тебя мотивирует, что вдохновляет в данный момент и какое будущее ты ждешь от себя в этом спорте? Стала наша телезрительница. Пожалуйста, Кариночка. Что тебя мотивирует? Что меня мотивирует? Меня мотивирует мои близкие, мои младшие братья. Мотивирует. Хотелось бы достичь таких прям высот в этом спорте, дойти до профи, выступать. Вот свое будущее я вижу в спорте. Хотелось бы достичь еще больших высот. А кем ты себя именно видишь в будущем? Хотелось бы остаться дальше, продолжать заниматься? Да, хотелось бы, да, конечно. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Есть ли среди мужчин или молодежи чемпиона Суральска по этому виду спорта? Ну, до этого вы говорили, может, еще раз сейчас вы тоже, Марзия, добавите именно вот с вашего поселка. Именно по ММА у нас Карина одна. Это наша гордость. Во-первых, она и серебряная чемпионка мира у нас одна. По другим спортам есть, да, вот, как я уже сказала, каратэ, Кешенка, это в республике у нас бронзовая призерка. Также у нас есть по Казахшаку Рес. Ребята и девчата по самбо Бегалиева Ильнара была призеркой чемпионата Казахстана. На данный момент две девочки с Даринска, Бегалиева Ильнара и Сарсена Вайслу, они готовятся на чемпионат Казахстана. Мы, у нас на них большие надежды, они чемпионы области. Надеемся, что они тоже оправдают наши надежды и станут чемпионами Казахстана. Спасибо. Снова у нас вопрос к Карине. Известные такие имена представительниц женского единоборства, как Ронда Роузи, Келли Холм. Знакомы вам их имена? А кто для вас является ориентиром из женщин-файтеров? На кого вы сами равняетесь? Холли Холм. Так, что вы ответите на этот вопрос? Вообще Валентина Шевченко нравится. Холли Холм. Холли Холм, да. Вообще нравится Валентина Шевченко. Поле. Чемпионат Казахстана. Только она единственная, кого бы ты хотела равняться, являясь своим кумиром в этом виде спорта. Особенно вот она. Их много, мне многие нравятся, но вот она особенная. Скажи, пожалуйста, Карина, какая польза все-таки от этого вида спорта? Какими качествами должен обладать настоящий боец? Да, ну вот в данный момент мы говорим о девушках, которые занимаются этим видом спорта. Может быть, как ты изменил этот спорт, твою жизнь в целом? Характер. Характер вырабатывается. Он вырабатывается, но изначально он должен быть вот таким вот, как сказать, таким боевым, идти до конца, доделать до конца, исходить в пути. Упорство, трудолюбие, вот это вот нужно. Спасибо. Теперь, Руслан, снова хотела бы вернуться к вам. Вот сейчас, на данный момент, каков уровень интереса казахстанской молодежи к ММА? Вы говорили до этого, что очень много желающих заниматься к вам приходит. Это, конечно, отрадно слышать. Но бывает, что этот спорт подвергается и острой критике. Из-за большого количества, скажем, насилия, запрещенных приемов. И наши телезрители, значит, могут подумать. Все-таки ММА, опять-таки, я возвращаюсь, это бои без правил. Но вы, как уже сказали, что это не так, да? В самом деле, в этом виде спорта есть свои правила. Но в данном виде спорта много чего нельзя. Вот чего именно нельзя еще вот в этом виде спорта? Чего именно нельзя, да? Ну, смотрите... Какие-то запрещенные приемы. Начнем с того, что вы говорите, многие, кто осуждает критиков. Критики, они, я думаю, в любом деле, в любом вообще спорте, они всегда будут. То есть, сколько людей, столько и мнений. Прислушиваться тоже к каждому, да? Ну, это, я думаю... Кому-то не нравится, да? Кто-то будет говорить, что это слишком жестко, да? Кто-то будет говорить, что это не женский вид спорта, да? Кто-то говорит, что здесь по лицу убьют, там, типа, в старости, там, не знаю, от головы ничего не останется. Хочу сказать так, что мы выбрали этот путь, путь ММИ. Он не легкий, он сложный, да? Но он дает свои плоды. То есть, через... Если ты будешь заниматься упорно, там, посвятишь свои годы тренировкам, завтра ты обязательно увидишь, да, свой, то есть, плоды своих трудов, которые ты делал. То есть, тяжелый труд, он всегда окупается. Поэтому я со стопроцентной уверенностью могу сказать. Ну, вообще, в основном, ну, как бы, в этот спорт приходят люди, которые склонны уже к этому, да? То есть, к боевым единоборствам, да, кто хочет подраться, там, у кого, как бы, можно сказать, с детства заложен такой характер, да, вот, боевой. И в основном такие бойцы, они остаются до конца и добиваются больших результатов. Но я считаю, то есть, мое мнение, что, допустим, если даже сравнивать наш вид спорта с боксом, да, вот, с классическим, я считаю, что у нас, как бы, более-менее травмоопасный он. Потому что в боксе, вот, сами знаете, да, там есть болезни Паркинсона, допустим, да, вот тот же великий Мухаммед Али. С гадами, да, именно он. Да, потому что постоянно по голове бьешь-бьешь. Да, а у нас вот, у нас хоть есть борьба, да, можно, допустим, пройти, там, сделать болевой или задушить соперника, то есть, ну, без ударов каких-либо, без увечий. Пасады, извините, я вас прерву, есть у нас телефонный звонок на линии. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте, телеканал Ахон Пресс. Алло. Ахон Пресс говорит. Рада вас слышать. Алло, продолжайте. Да, у меня вопрос к Руслану Аристану. Угу, пожалуйста. Ждем ваших вопрос. Руслан, вы еще молодой, не планируете ли вы выступить по профи-боям? Вы поняли, да, вопрос? Да, да, я понял. Спасибо вам. Я даже знаю, кто задал. Угу. Да, я не скажу, допустим, что мой возраст как бы старый, да, для ММА. Сейчас наоборот, только мой возраст, это многие бойцы выходят на пик. Я самого есть желание выступать, да, но по профи, не знаю, по профи, посмотрим просто. Я до этого как бы перестал завязался выступать. Почему? Потому что у меня были проблемы с головой, то есть у меня давление. И я как бы перешел в грэпплинг, постоянно по грэпплингу выступал. Но сейчас, если мы залечим, то есть вот эти травмы, нужно вылечиться. А после этого можно, да, подумать. Сначала я считаю, нужно по любителям выступить, набраться опыта очень хорошего. А после уже на профи. Буэр Саин, да, посмотрим, как пойдет. А так желание, в принципе, есть выступать. Так же вот. Ну, я еще не старый сам, тоже охота своим ученикам показывать, да, чтобы они на кого-то равнялись, да, на меня, то есть смотреть. Потому что все мои ученики смотрят на меня, допустим. Точно так же мы смотрим на наших тренеров, которые нас тренировали. Поэтому, да, надеемся, будем показывать, даст Бог, если будет здоровье, будем выступать. Спасибо, есть еще телефонный звонок на линии. Алло, добрый день. Алло. Приветствовать гостей студии. Здравствуйте. И задать вопрос Карине. Вот она сказала, что у нее было стремление заняться дзюдо, вот, и потом, теперь вот этим видом спорта. Посмотрела я вот на нее, она такая хрупкая, действительно худенькая девушка. А почему вот у девчат нет такой тяги к красивым видам спорта, как фигурное катание, гимнастика, который действительно показал бы весь внутренний мир девушке, вот ее нежность, вот такую стройность. Вот хотелось бы, вот она такая миленькая сама по себе, вот ее лицо такое улыбчивое. А вот такие жестокие какие-то виды спорта, вот они чисто мужские. Это вот один вопрос. Ну вот сейчас начали говорить о травмоопасности. Вот хотел вопрос тоже я задать о травмоопасности этого вида спорта. И потом, как вот реагируют мужчины, одноклассники, там, друзья, вот на то, что вот она, Карина, занимается вот этим видом спорта. Ну, конечно, хочется ей пожелать удачи и успехов. Ну и чтобы оставалась она всегда такой миленькой, нежной, красивой. Сил ей и здоровья. Всего доброго. Спасибо огромное за ваши такие теплые слова, которые, безусловно, мне кажется, порадовали Карину, согрели ее душу. Но раз она выбрала этот вид спорта, Карина, что ты можешь ответить нашей телезрительнице? Как я говорила, этот спорт покорил мое сердце. Одноклассники, друзья меня поддерживают. Ну, некоторые говорят, вот зачем тебе, пока не поздно, может быть, ты бросишь, перестанешь, это опасно, травму получишь. Да я готова ко всему, я знаю, на что я иду, и вот мне это надо. И я не собираюсь сходить с этого пути. Менять на какой-либо вид спорта. Да. Можно я добавлю, да, все-таки работая вот с молодежью, хочу отметить, что действительно вот одноклассники ее, вся молодежь Даринска, они гордятся ею. Она для них как бы мотиватором служит. А многие мальчишки, смотря на нее, уже начинают тоже заниматься боевыми искусствами. Поэтому это, как говорится, гордость наша, и они все ее поддерживают. Спасибо. Следующий такой вопрос от нашего телезрителя. Сейчас я обязательно его задам, давайте примем еще телефонный звонок на линии. Алло, добрый день, вы в прямом эфире? Здравствуйте, Алло. Здравствуйте. Ага, вот я приветствую всех гостей. Тема очень интересная. Для меня, как бы даже по душе, можно сказать, сам смотрю UFC. Да и вообще смешное единоборство. Буквально с 90-х годов, когда вот только это все зарождалось, первые UFC были, вот, правят, все вот это остальное. И для меня вот приятно, что этот спорт прям набрал такие обороты и дошел вплоть до Казахстана. И да, сейчас вот смотрим, болеем за наших, за СНГ, можно сказать, всегда смотрим UFC. И при этом, что у нас в Уральске есть клуб. И вот у меня такой вопрос, вообще, с какого возраста вы считаете предпочтительно начать заниматься этим видом спорта? Потому что, скажем, допустим, если в футбол популярно вести параллели, там надо заниматься спортом, ну, следствиями из шести, пока вот так они маленькие, чтобы немного физической нагрузки прибавлять. А вот, например, есть такие бойцы, сейчас вот много наглядных примеров, которые чуть ли не в 20 лет начинают заниматься этим видом спорта. То есть, наверняка есть какие-то плюсы, чтобы заняться этим видом спорта. То есть, никогда не поздно. Вот какой у вас совет и какие у вас критерии в вашей школе, например, при отборе? Что вы говорите, там, советуете вот молодежи или родителям, в каком возрасте начать заниматься? Вот такой вопрос вот у меня. Мы поняли ваши вопросы, спасибо за вашу заинтересованность. Пожалуйста, Руслан, что вы ответите нашему телезрителю? Да, вот, больная тема. Сейчас, смотрите, я хочу как раз тоже раскрыть, да, более высказать мнение по счёту этого, да, вот как раз прям момент, ещё плюс на канал, да, люди видят, смотрят. Допустим, я, у нас в зале мы берём с 5 лет детей, но мы не учим их драться сначала. У них идёт полгода чисто гимнастика. То есть шпагат, растяжка, мостик, да, колесо, они всё это делают, только работаем над гимнастикой, да, над акробатикой. Но вот если, допустим, взять в общем, да, хочу призвать вообще всех родителей молодых, да, вообще всех нас, здоровая нация. То есть вот если мы начнём сейчас с наших детей, я хочу живой пример, вот сравнить нас, допустим, наша республика Астан и дагестанская, да, республика есть такая в России. Наш менталитет какой вот у нас, у любого, допустим, родителей сейчас я вот сколько общался, спрашиваю сына, допустим, куда хочешь отдать? Он говорит, ну сейчас 5 лет, да, у нас ещё родители такие вот, 5-летний ребёнок, они относятся к нему как вот, то есть он маленький ещё, да, он, допустим, прям слишком относится к нему, вот бережно. Вот я ездил, мы в Дагестан, там все 5-летние дети, вот там у всех вот 9 из 10 все на борьбу отдают, они с 4-х с 5-ти лет уже в залах, все. И у нас наш менталитет нужно отдать на плавание сначала, пускай у него костью там этот укрепятся, или там на гимнастику пускай он там сделает. И, соответственно, вот из-за этого даже вот уже начиная от этого, если взять дальше, допустим, уже 18 плюс 20, да, вот когда уже наши, допустим, казахи выступают против дагестанцев, здесь и сказывается уровень, да, то, что там дети занимались с детства, и у них конкуренция большая. То есть, представьте, да, там почти каждый ребёнок на борьбу пошёл, и какая конкуренция, да, какие борцы у них выходят. А вот с нашим менталитетом сначала на плавание отдать, потом на этот, ну, уже там, и вот, соответственно, вот, которое он говорит, там, в 18-20 лет они приходят только в этот вид спорта. Сейчас я, допустим, моё личное мнение, даже если у меня завтра будут дети, я своих детей буду отдавать, то есть на борьбу обязательно. Нужно повышать уровень, именно спортивный уровень, да, нашей нации вообще, в общем, нашего Казахстана, и поэтому я считаю, что лучше отдавать на борьбу детей. Пускай это борьба, это и есть та же акробатика, растяжка, поэтому там, тем более, так, борьба, она такая, ну, менее травмоопасный вид спорта, как раз для детей. То есть они будут и растягиваться, и на мостик вставать, поэтому, а так вообще мы берём с 5 лет, занимаемся чисто сначала акробатикой и гимнастикой, а потом уже дальше начинаем, то есть учить, как бить, как бороться, так далее и тому подобное. Спасибо за такой исчерпывающий ответ, а сейчас мы немножко отдохнём, послушаем музыкальную композицию, далее мы продолжим нашу передачу, не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мы субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Как она думает, после того, как она начала поединки в ММА, стала ли она в жизни менее агрессивной или же агрессия стала управляемой? Что ты можешь ответить, Карина? Нет, я наоборот более спокойней стала, вся агрессия уходит в тренировках, получается, я полностью себя отдаю, после чувствую себя спокойней, легче, сдержанной Ну вот, Карина, ты выступала на разных турнирах, стала чемпионкой мира 2019 года, а вот, по-твоему, какая схватка для тебя была все-таки самой тяжелой и победой далась нелегко? Это вот чемпионат Казахстана, 21-й год, недавно прошел финал, был тяжелый Было тяжело драться в финале, в первом раунде я отдала спину, соперница могла бы меня задушить, было тяжело, оставалось 30-20 секунд Как это страшно звучит, соперница могла задушить Оставалось 30 секунд до окончания боя, но я взяла себя в руки и вспомнила, зачем вообще я приехала, для чего мне это нужно То есть ты себя так настраиваешь на победу? Да Вот Собрала волю в кулак, последние силы И на характере я стерпела, после произведения, второй раунд начался После первого раунда, я думала, сейчас вот-вот включусь, сейчас все нормально будет и пошло хорошо Спасибо, Карина Скажите, пожалуйста, Руслан, бойцам необходим комплекс силовой подготовки, но при этом важно не потерять скорость Особенно я знаю тем, кто занимается этим видом спорта, так же и боксером в том числе Как вы выходите из этой ситуации? Вот, наверное, у вас постоянные, да, тренировки вы отдаёте и обязательно питание, да, должны держать бойцы Вот, Карина, в твоём рационе что обязательно должно присутствовать? Вредные, наверное, продукты ты не употребляешь? Нет, не употребляю Газированное Чуть меньше мучного Сладкое стараюсь Фрукты, овощи в основном? Да Так, вы что можете, как тренер? Если, допустим, сказать, вы говорите, что важна скорость, допустим, по моему мнению, я вот недавно тоже мы общались с парнями в зале Топ-3 качества бойца, которому нужно Первый, мы вынесли, то есть это техника, сама техника, то есть умение, это на первом месте для меня На втором месте это кардио, то есть то, как человек не устает, его, да, то есть кардио И третий, это уже физическая составляющая, физуха, да, как бы сказать Есть вообще, допустим, когда мы готовимся к либо к какому-нибудь турниру, да, чемпионат Казахстана или профбой, допустим Подготовка делится на этапы Первый этап, когда, допустим, до чемпионата Казахстана, там, три месяца Первый месяц, допустим, или там 20 дней, мы чисто качаемся, набираем физику После уже дальше идет, то есть техника, отрабатываем технику и уже перед соревнованием с самими, когда остается, допустим, месяц, мы уже нарабатываем кардио, то есть именно выносливость И вот, то есть на такие этапы делится подготовка бойцов То есть первая физика, потом мы набираем технику и кардио И если грамотно подойти, то есть грамотно провести вот эти три сбора, то боец чувствует себя и быстро, и легко, и физически мощно, и плюс у него техника тоже на уровне Поэтому, если грамотно подходить, грамотно, то результаты себя не заставляют ждать Спасибо, есть у нас телефонный звонок на линии Алло, здравствуйте Добрый день Вот сейчас начало передачи смотрим Заинтересовало Ребята, а вы где занимаетесь? Как вас можно найти? Спасибо за вопрос, если можно, как вас можно найти, и если в социальных сетях, может быть Ну, если говорить о нашем личном клубе, то можно найти в ВКонтакте или в Инстаграме, мухариптоптим А так мы занимаемся на стадионе Атаян, возле паркирова, в понедельнике, среда, пятница, с 7 до 9, второй этаж Так можете нас найти Следующий вопрос, заключительный на сегодняшний эфир Карина, давайте вам его зададим Проблема многих бойцов – это весогонка Что это такое? Расскажите, не могу понять это Весогонка? Или это не такая уж большая проблема? Весогонка, стараюсь много не гонять Для меня это, не сказал бы, проблемы Ну, вот Как сказать? Ну, помогите Весогонка, это, то есть Весогонка бойцы занимаются уже перед соревнованиями То есть начинают сбрасывать именно Воды Чтобы попасть в меньшую весогонку Да, да, да Потому что так легче, наверное, да, все-таки Именно бойцы сбрасывают воду Воду именно в организме То есть сушатся, выводят всю воду из организма И плюс после взвешивания набирают опять ту же жидкость То есть легче, допустим, да И поэтому, но скажу так Весогонка, весогонка Она сложнее, чем бой сам Потому что здесь нужно проявить характер Здесь реально тяжело Кто гонял вес, тот поймет Что Когда гоняешь вес Даже вот Я не знаю Иногда драться неохота Или вообще вот Ничего неохота Да, силу теряешь Вообще Желание пропадает вообще И драться, и вес гонять Это очень сложно Бойцы поймут Те, кто гоняли вес Что Это Даже бойцы же говорят Самый-самый сложный бой Это вот Вот весогонка А выйти в ринг И показать то, что ты умеешь Это легче уже Спасибо У нас остается буквально 2 минуты До окончания эфира Марзия Какие будут ваши пожелания По традиции Всем нашим телезрителям Ну, во-первых Хочу поздравить с прошедшим 8 марта Всех женщин Пожелать им В жизни ярких событий Яркого солнышка Чтоб они всегда улыбались Цвели И хочу все-таки Как консультант ресурсного центра По работе с молодежью Района Байтирек Хочу призвать Всю молодежь Вести здоровый образ жизни Заниматься спортом И, конечно же Нашей чемпионке Нашей гордости Карине Хочу пожелать удачи На чемпионате мира Спасибо А я хочу поблагодарить вас Сегодня За участие в нашей передаче Хочу пожелать вам Успеха в любых начинаниях И ярких побед Как на татаме И в жизни Дорогие телезрители А на этом я с вами прощаюсь Правильно питайтесь И занимайтесь спортом Ведите здоровый образ жизни Не останавливайтесь На полпути к цели И у вас все Обязательно получится До свидания И до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова